МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это четвертый дневник самого популярного шоу по поиску талантов Central Asia's Got Talent. Сегодня мы познакомимся с ярчайшими представителями аудитории и участниками, кто рискнул вернуться на сцену после проигрыша. Забегая вперед, скажу, что самому молодому ветерану нет еще и 18. Подробности в выпуске. Ветеранами ведущая в шутку называет тех, кто принял участие в первом сезоне и решился прийти на кастинг снова. Всем привет! Я Марат Ваесмина, и я представляю Узбекистан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Хайруло Мурадзуда, мне 18 лет, и я, естественно, занимаюсь музыкой уже более 10 лет. Мы команда воздушных гимнасток, шоу... Извините. Мы команда воздушных гимнасток Калина Шоу. Мы представляем Киргизстан, город Бешкек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше тело? Как ваше настроение? Классно, я прям готов. долго ждал казалось бы для второй попытки нужно мужество ведь участнику уже сказали нет в прошлом сезоне с другой стороны именно эти отчаянные люди точно знают закон успеха хотите усвоить и вы запоминайте ни в коем случае не опускать руки тебе еще как бы есть куда двигаться ясминочка а я тебя подержу я скажу да но у тебя все равно два нет два да ты не проходишь следующий тур но ты подготовишься мы тебя ждем следующем году не оплачь я сказала не оплачь как дела и но не очень как только вот так как сейчас выступал мой ребенок и она не прошла как ваше настроение настроение что случилось поругалась с кем-то но пока еще нет сейчас пока еще нет она планирует сейчас будет у нее уже у меня созрел план вы мне расскажете потом да вы будете первые кто об этом знает а с чем вы к нам приехали я приехала вам к вам с песней one and only адель тогда переживание неудачи дочери помешало сильве исправиться с эмоциями и даже вынудила поставить жюри ультиматум у вас один голос нет но я вам говорю да у вас три да один нет можем мы поменяться с ними сами если бы был бы шанс мы сказали переходи а мы вам сейчас даем шанс вам надо идти вперед самой а за собой подтянуть ребенка спасибо большое хорошо что ей не дали пистолет кто из вас будет выступать две красавицы да но высыпать будет это красавица ясмина если меня не подводят моя память это красивое личико видела и это личико было чуть-чуть меньше она еще и выросла верно кто с тобой приехал кто тебя поддерживает моя мама твою прекрасную маму с шикарным голосом да но знаешь что меня обрадовало что меня радует я помню твои слезы я помню как ты плакала и мы тогда тебе сказали солнышко у тебя очень хороший голос красивый но тебе надо чуть-чуть подготовиться я помню да ты готова больше не переживаешь нет слез не будет нет маме поцелуй отправь чтобы она поддержала и я тебе желаю удачи я тебя очень люблю спасибо давай вперед а а и а и и и и и и и и ты очень сильно расстроилась до в прошлый раз ну вообще я толком не поняла а потом уже поняла свои ошибки учла 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 сегодня ты думаешь что ты хорошо выступила или Ну, были какие-то нюансы тоже. Мне кажется, хорошо выступила. У тебя три, да. Спасибо большое. Ты проходишь следующий тур. Ясмина не просто набрала в технике и мастерстве, но и буквально заново обрела голос. Недавно перенесенная травма грозила поставить крест на музыкальной карьере юной исполнительницы. Ясмина, я тебя поздравляю. Видишь, когда долго трудишься, обязательно все получается. Видишь, все не зря, малыш. Я надеюсь, что ты в скором времени стопроцентно оправишься после случившегося. Вот, ждем тебя. Как показали оценки жюри, Ясмина отлично восстановила голос. Гораздо больше времени на это потребовалось участнику первого сезона Хайруло Мурадзада. Тогда, выступив в амплуа гимнаста, он не показал жюри свой главный талант. У меня с 2017 года была мутация, вот. И закончилась она в конце 20-го. И вот, я тогда был в депрессии, там волнении иногда. Голос вообще пропадал иногда. Голос вообще пропадал. Не мог как бы более... Я всего лишь три ноты мог взять. Это было очень обидно одновременно. Из-за того, что ты так занимаешься, так занимался, пел, да, и раз, мутация тебя назад убрал. После того, как мутация началась, мне пришлось это бросать на пару как бы лет. Вот уже опять... Более уже год. Теперь занимаюсь, изучаю свой новый голос. Да, я еще, кроме пения, занимался гимнастикой. Я тоже до сих пор занимаюсь. Одновременно учусь на певца и работаю в кукольном театре, национальный кукольный театр Таджикистана, города Душанбе. Вот. Я в прошлом сезоне, да, был в качестве гимнаста, да. Там я и пел, и гимнастику показывал. Так как времени было мало, мне надо было выбрать. Почему я гимнастику выбрал до сих пор, я сам не могу понять. Но я выбрал гимнастику тогда. А сейчас вот я хочу пробовать себя с этой стороны. Насколько ярким вокалистом окажется гимнаст, покажут ближайшие премьеры основных шоу. А гранд-финалисты 2019 года в составе группы Хасаки теперь дуэт Топ-Жарган. Вы могли познакомиться с ними в третьем эпизоде шоу. Расскажите о вашем номере. У нас силовая пара. Я решила, что это было, что это было. Я решила, что это было. Я решила, что это было. Я решила, что это было. Без страховки. Без страховки. Вау. То есть вообще по сути акробатика это риск. Да. И вы сейчас на сцене тоже будете рисковать. А в жизни? Как часто вы рискуете? Или это только на сцене? В жизни так же, то же самое. Каждый день у нас репетиции проходят. Каждый день у нас с рисками так. Наверное, самый главный момент в партнерстве – это доверие. Да. Он даже к термину Сергея. Прошу. Сахналарен жень ильболсын. Прошу. Мархабан. Вау. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Вы проходите следующий тур. У вас три, да. Удачи, ребята. Спасибо. кири меджек тертатай манда предиспертойм за поделитесь своими журналист поезда курсовки олямся реза стармана курсовки нелир визам зарезам сположа гениально ребят ну вы прошли в следующий тур машин дать сам козыр курсовки нелиринский ремет куда-то не курс эти стердеген бимбр что же друзья я желаю вам удачи если парни из группы топ жарган уменьшили состав участников до дуэта то кыргызстанский дуэт екатерины помилуйко и полины лысенко выросли до коллектива калина шоу и готовы удивлять зрителей и жюри с новыми силами мы с полиной в прошлом сезоне тоже принимали участие это был первый сезон центра лази агонтелла нам очень все понравилось когда мы узнали что стартует второй сезон мы конечно же с удовольствием сразу побежали на кастинг но за два года у нас много что изменилось шоу дало нам хорошую мотивацию хороший толчок до этого мы не знали что у нас есть такие грандиозные такие масштабные проекты где каждый желающий может принять участие то есть для этого вообще ничего не нужно есть талант ты можешь приехать не важно твое финансовое положение не важно кто ты что ты если ты талантлив ты едешь покоряешь дебют калины шоу еще впереди не пропустите перформанс ошибки в котором буквально могут стоить девушкам жизни а вот фокусника который рискует жизнью на всех своих выступлениях вы могли помнить еще с первого сезона посмотрим с чем дмитрий поляков пожаловал к нам в этом году скажите с чем вы сегодня пожаловали были какие-либо ошибки в прошлом сезоне на что вы акцентировали внимание в этот раз на самом деле ошибок не было потому что мы дошли до гранд-финала это наверное ну для меня уже было победой сейчас мы хотим просто получить удовольствие и как-то я хочу вернуться вот прошлое и вот это испытать еще раз заново полностью что ж не будем задерживать мы слышим и наслышаны о вас сцена ждет вас жюри зрители супер ждут вас удовольствие уже получает спасибо большое для фокусника который особенно любит распиливать девушек этот реквизит очень даже обычный это уже распиленная она иногда работает у нас на полставки все нормально бывает и такое хорошо кстати я попробую сейчас прийти к вам поближе чтобы понимали что будет происходить дамы и отправим мужчины важное правило не смотрим туда смотрим на меня все нормально да мы смотрели именно здесь наблюдали за всем шоу откровенно говоря я впервые смотрю ваше выступление я в восторге как вам это удается но все эти мысли или все-таки медитируете до шоу как-то пытаетесь настроить пространство то тебя боролся с волнением немножко на самом деле долгое ожидание она вот так немножко знаете подкрадывается и начинаешь нервничать особенно вот когда находишься здесь с утра поэтому мы сегодня с этим вот главным страхом немножко так немножко поборолись спасибо благодарим за столь прекрасное выступление вы смотрите смотрите что вы сделали жюри они до сих пор обсуждают ваше выступление в продолжении темы магии фокуса вы наверняка обратили внимание на изящное выступление ермана кинжибаева давайте познакомимся с ним поближе всем привет меня зовут кинжибаев фирма я из города кустана мне 28 лет я иллюзианец прям по настоящему этим начал заниматься когда мне двоюродный брат мой мне показал видео там был дэвид бленд и уличная магия мне это очень вдохновило его видео его его подача купил на карты наша потихоньку заниматься этим конечно уже трюки додумал сам уже что-то получилось что взял из книги скомбинировал просто подачу взял какую-то у него и удивили начало своих родителей я работал везде не только барменом где-то по образованию архитектор работал и на стройке примерно то есть там тоже показывал пришло приходилось показывать это после мы выезжали кинокую-то работу 8 вдали от города и в зак удивлялся рабочих своих своих коллег по цеху потому что и семьи говорили то что лучше отдайся этому у тебя хорошо получается продолжить заниматься самое важное допустим это номере как ты его преподносишь сезон знает фокус это одно допустим преподнеси его так так либо фокус можно преподносить так чисто что люди сказали бы это было только уважение к тебе как он это делает скажите это оригинальные фокусы вы сами их изобрели вообще изобретаете ли у тебя где-то обучаетесь это ну мы сами обучаемся просто аранжировку придумал сам получается саму композицию полностью саму композицию а то есть элементом и обучаетесь да 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 композиции это ваши изобретения некоторые там допустим новые нюансы которые я уже внесли днем без уверенности в своем деле никуда особенно если выбранный жанр шокирует своей травмоопасностью как в экзотическом дебюте второго эпизода меня зовут становкина екатерина я из казахстана город тарас я занимаюсь хайер шоу то есть это подвешивание на волосах такого я не встречала в казахстане но до этого я жила в колумбии там я обучалась этому четыре года и вот приехала сюда чтобы показать чем я занимаюсь я увидела одно выступление я сказала я хочу тоже я хотела может какие-то записаться куда-нибудь чтобы этому обучали но это такой жанр он и индивидуальный и никто не хочет обучать его никому как бы потому что конкуренция она идет очень сильная поэтому то что я делаю это в южной америке это еще как бы популярно а тут-то этого нет нужно правильно подготовить волосы чтобы не было больно если я на миллиметр неправильно их завяжу я не смогу выступить в казахстане я только начала выступать потому что еще никто не знает что это такое еще одна премьера жанра в этом сезоне танец со змеей раушанки лес из второго эпизода уверяет что главный секрет дрессировки коварных присмыкающихся в любви к ним меня пригласили в цирк выступать и условия были таковы что я должна танцевать со змеей восточный танец а я на тот момент чуть боялась потом мне дали змею мне 20 минут дали времени вот все змеи выступать а я с этой змеи первая встретилась очень страшно было потом уже вся привыкла там работала месяц примерно у них и после этого мне понравилось танцевать со змеей я уже начал скучать что я поняла то что мне нравится собрала деньги накопила деньги и купила себе змею на данный момент три змеи знаете как я привыкла к ним я прихожу домой я целую с ней я лежу с ней просто реально их люблю может быть у них вид такой холодный на вид да на первый взгляд может они холодные да на самом деле их можно полюбить и вот реально душой они обнимают тебя они по запаху чувствуют тебя она узнаете всю нашу внутреннюю вид как энергию она все чувствует змея кому попала вообще не пойдет если человек хороший он пойдет контакт пойдет с этим человеком любовь к животным определила и цель которую раушан планирует реализовать в будущем зоохореография это знаете как то есть будет студия танца там дети будут танцевать а возим его то есть за уголок контактный зоо уголок как бы это интересно и там рыбки будут и детям же интересно приходить смотреть они же психологически будут отдыхать не пропускайте эпизоды сентролей же скотт талант тем более что интрига нарастает с каждой ступенью на пути к финалу смотрите шоу на площадке айтюб а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран участниц это нтк и туркистан тв в казахстане телеканал софина в таджикистане ктрк и ктрк музыка в кыргызстане узбекистанский телеканал севим ли и хазар тв в азербайджане прощаемся совсем ненадолго а Субтитры создавал DimaTorzok